здравствуйте дорогие друзья еще один маленький такой как рубрикой назвать подкастом напишите мне в комментариях в общем как как это лучше обозвать в общем маленькая такая рубрика у меня на канале мы будем читать с вами исследования спад меда вот и соответственно разговаривать на различные темы и изучать соответственно эффективность тех или иных препаратов как они прошли не прошли исследования может быть соответственно изучать лечение каких-то заболеваний да как это делается в мировой медицине и так далее то есть сейчас я думаю что выше я уже голосом озвучу тему данного конкретного видеоролика что я попрошу сделать от вас это конечно же написать комментарий и поставить ваши лечебные лайки это очень необходимо для развития канала это очень необходимо если вам понравится эта тема а это на минуточку способ получить информацию изучения под меда на данный момент последнюю информацию начиная психиатрических психологических различных исследований заканчивая эндокринологии то есть это вообще повод быть так скажем в одной струе до в последних новостях медицины поэтому дорогие друзья давайте начинать вместе до исследовать основы так скажем мировой медицины подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии кому понравилось дорогие друзья все кто захочет разобрать исследование поучиться те кто захочет получить может быть какую-то дополнительную до информацию пояснения разъяснения каких-то моментов которые непонятные я вас жду на платных онлайн консультациях жду в комментариях предложения новых каких-то тем соответственно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии и да прибудет с вами здоровья the national center for biotechnology information advances science and health причины развития рака молочной железы медицинская гипотеза бифункциональная генетика гормональные подходы к скринингу рака молочной железы не объясняют географических различий в распространенности этого заболевания наследственные мутации половых клеток встречаются примерно в 5 процентов всех случаев и примерно в 30 процентов случаев в возрасте до 40 лет исследования рака лаборатория рокфеллеровский университет нью-йорк поскольку наследственные мутации зародышевой линии такие как потеря гена brc1 или а те составляют менее 5 процентов всех рак молочной железы в большинстве случаев связан с приобретенными соматическими нарушениями совокупное пожизненное воздействие биодоступного эстрадиола связывает большинство известных факторов риска развития рака молочной железы основываясь на ряде недавних экспериментальных и эпидемиологических данных мы предполагаем что первичный процесс канцерогенеза молочной железы является результатом воздействия эндогенных или экзогенных гормонов включая фитоэстрогены которые прямо или косвенно изменяют метаболизм эстрогенов ксеногормоны определяются как ксенобиотические вещества которые изменяют выработку гормонов они могут работать бифункционально генетическими или гормональными путями в зависимости от периода и степени воздействия что касается генетических путей ксеногормоны могут изменять структуру или функции днк что касается гормональных путей то на возможность аномального роста клеток могут влиять два различных механизма соединения могут напрямую связываться с рецепторами эндогенных гормонов или факторов роста влияющих на пролиферацию клеток или соединения могут модифицировать пролиферацию клеток молочной железы изменяя образование метаболитов гормонов которые влияют на взаимодействие эпителия и стромы и регуляцию роста полезные ксеногормоны такие как индол 3 карбинол генистейн и другие биофлавоноиды могут снижать аберрантную пролиферацию клеток молочной железы и влиять на скорость восстановления днк или апоптоза и таким образом влиять на генетическую или гормональную микросреду после подтверждения соответствующими исследованиями инвитро и инвиво биологические маркеры риска развития рака молочной железы такие как гормональные метаболиты общий биодоступный эстрадиол и генераторы свободных радикалов могут повысить эффективность выявления и профилактики рака рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди женщин в современном обществе рак молочной железы является сложным и важным заболеванием в среднем пациентка умирающая от этого заболевания теряет около двух десятилетий жизни так что в соединенных штатах ежегодно от рака молочной железы умирают почти 2 миллиона женщин в штатах и европе 87 процентов всех заболевших выживают в течение 5 лет однако почти половина женщин умирает от рака молочной железы в течение 10 лет после постановки диагноза около трети всех случаев рака молочной железы можно отнести к признанному риску факторы ни изменения в установленных факторах риска ни методы скрининга полностью не объясняют сохраняющийся ежегодный рост заболеваемости раком молочной железы на 1 процентов аналогичным образом обстоят дела и в изменениях факторах риска этот документ был частично представлен на семинаре по гормонам гормональному метаболизму окружающей среде и конференция по борьбе с раком молочной железы состоялась 28 29 сентября 1995 года в новом орлеане штат луизиана рукопись поступила на hp 6 июня 1996 рукопись принята 2 августа 1996 общей чертой связывающей большинство установленных факторов риска помимо этих мутаций является повышенное кумулятивное воздействие биодоступного 17b эстрадиола биодоступный эстрадиола определяется как свободный гормон не связанный с глобулином связывающим стероидные гормоны гспг или слабо связанный с альбумином женщины с повышенным уровнем биодоступного витамина е имеют в 2-4 раза больше повышенный риск развития рака молочной железы биологически доступный эстрадиол может проникать в клетки и затем проникать в ядро где он может связываться с рецептором эстрогена и ар гормон также может превращаться в цитоплазму и в другие биологически активные метаболиты и свободные радикалы кроме того другие гормоны такие как андрогены и прогестогены могут влиять на выработку и метаболизм витамина е глобулин связывающие половые гормоны связанный с рецептором клеточной поверхности индуцирует фосфорилирование опосредованная цамф циклический аденозин монофосфат это органическое соединение производная а тф ранее мы предположили что соединения функционирующие как ксеноэстрогены влияют на скорость и тип образующихся метаболитов эстрадиола ксеноэстрогены также могут напрямую связываться с рецептор эстрадиола эар модулируя пролиферацию клеток молочной железы и тем самым влияя на развитие рака молочной железы и других гормонально обусловленных заболеваний в этом отчете мы расширяем гипотезу чтобы включить более подробное рассмотрение возможных генетических гормональных и экологических взаимодействий включая сложную взаимосвязь между эстрогенами андрогенами их антагонистами и другими гормонами в развитии рака молочной железы основанные на последних экспериментальных и эпидемиологические данные полученные в этой лаборатории и в других местах позволяют предположить что воздействие эндогенных эндокринных агентов ксеногормонов или их метаболитов в пренатальном периоде подростковом возрасте или в среднем возрасте может оказывать бифункциональное воздействие на риск развития рака молочной железы мы также предполагаем что некоторые ксеногормональные воздействия могут посредством окислительно-восстановительных процессов в результате взаимодействия эстрогенов и соответствующих им хинонов образуются активные формы кислорода которые могут вызывать структурное окислительное повреждение днк и увеличивать скорость окислительных модификаций оснований днк продукты окисления липидов могут также функционировать как эндогенные агенты повреждающие днк кроме того другие типы реактивных функций такие как метилирование или фосфорилирование могут влиять на ключевые функциональные участки днк включая гены клеточного цикла имеющие решающее значение для пролиферации развития и роста клеток воздействие ксеногормонов с пищей фармацевтическими препаратами и химическими веществами окружающей среды может изменить состояние паренхимы либо способствуя относительно быстрой пролиферации уже инициированных клеток молочной железы либо препятствуя такому росту если ксеногормоны присутствуют в паренхиме антиоксиданты антагонисты гормонов или антиангиогенные препараты на рисунках 1 3 показано влияние стероидных гормонов на взаимодействие генетических и гормональных путей имеющих решающее значение для канцерогенеза молочной железы и его профилактики встречающиеся в природе или синтетические ксеногормоны могут влиять на процесс онкогенной трансформации как на генотоксическом инициационном так и на эпигенетическом пост инициационном уровнях основным бифункциональным эффектом биодоступного эстрадиола является его ферментативное превращение в продукты с особой биологической активностью ферменты мал ароматаза 17b оксидоредуцирующие таза и стероид гидроксилазы 1а2 1б1 и 2б2 являются важными ферментами для метаболизма стероидных гормонов сами метаболиты или продукты их окисления могут непосредственно вызывать генотоксическое повреждение днк и модуляцию экспрессии онкогена гена супрессора опухоли или гена контролирующего клеточный цикл кроме того гормоны их метаболиты и ксеноэстрогены могут оказывать эпигенетическое паракринное воздействие на предварительно инициированные клетки через рецепторы гормонов и факторов роста или через межклеточные щелевые соединения эти косвенные эффекты в основном проявляются в течение предотвращения постинициативных стимулирующих событий канцерогенной трансформации полезные ксеноэстрогены такие как микросогенистеин и другие биофлавоноиды которые содержатся в овощах фруктах и зерновых продуктах могут снижать аберрантное размножение клеток молочной железы и ингибировать ангиогенез а также могут усиливать процессы репарации днк и усиливать цитодифференцировку и апоптоз некоторые фитоэстрогены такие как генистеин также влияют на аберрантную пролиферацию клеток на фармакологическом уровне эти соединения действующие посредством независимых от рецепторов механизмов могут ингибировать киназы и днк топописа миразы и тем самым воздействуют на другие внутриклеточные биохимические мишени около 15 процентов женщин-носительниц мутантного гена биорциал по-видимому не заболевают раком молочной железы в этих случаях полезные ксеногормоны или другие экзогенные факторы могут играть положительную роль стимулируя ферментативную детоксикацию потенциальных канцерогенов процессы репарации днк или общей биодоступной эти метаболиты в силу их прямого воздействия на днк вызывают генотоксическое повреждение днк которое изменяет экспрессию генов связанных с клеточным циклом онкогенов и генов супрессоров опухолей что приводит к аномальной пролиферации и развитию рака молочной железы рисунок 2 влияние стероидных гормонов на гормональные пути канцерогенеза молочной железы в гормональном таким образом метаболиты эстрадиол обладающие эстрогенными свойствами 160 т о х 1 4 о х 1 или 4 о х 2 или антиэстрогенными свойствами 2 о х 1 2 о х 2 и 2 о х 3 оказывают свое регулирующее рост действия косвенно через механизмы опосредованные рецепторами эти изменения приводят к изменению аберрантной пролиферации и развитию рака молочной железы рисунок 3 бифункциональные пути развития рака молочной железы в рамках бифункционального пути метаболиты эстрадиола влияют на пролиферацию клеток и развитие рака молочной железы либо непосредственно через независимые от рецепторов механизмы включающие структурные и функциональные изменения в днк или непосредственно через рецептор зависимые механизмы, включающие фенотипическую регуляцию роста. Оба механизма в конечном итоге усиливают аберрантную пролиферацию и развитие рака молочной железы. Бифункциональные пути к образованию антиоксидантов при раке молочной желез или иным образом усиливают способность клетки подавлять сигналы, которые привели бы к неконтролируемому росту. Недавно несколько исследователей сообщили, что средний возраст начала заболевания также снизился у носителей BRCAI 5,6 лет. Таким образом, экзогенные факторы, по-видимому, влияют на сроки и проявления рака молочной железы у лиц с предрасполагающими мутациями половых клеток. Согласно этой гипотезе, различия в экспрессии генов могут объясняться ксеногормональными и генетическими взаимодействиями. Гормональный метаболизм и рак молочной железы. Многие стероидные гормоны участвуют в развитии молочной железы человека. Маммотропные стероиды эстроген и прогестерон также важны для размножения клеток молочной железы, как лактогенные гормоны пролактин и глюкокортикоиды для цитодифференцировки. Таким образом, гормонально опосредованные изменения в пролиферативном и цитодифференцировочном статусе могут регулировать канцерогенез. Сообщается, что рецепторы большинства стероидных гормонов активируются при клиническом раке молочной железы. Сложное взаимодействующее влияние стероидных гормонов на канцерогенез молочной железы. Однако это еще предстоит выяснить. Хотя роль андрогенов в развитии рака молочной железы еще предстоит однозначно установить, исследователи давно заметили, что чем выше совокупный уровень биодоступного эстрадиола, тем выше эндогенная скорость деления клеток молочной железы и совокупный риск развития рака молочной железы. Эндогенный эстрадиол и большинство натуральных растительных эстрогенов, фитоэстрогенов, метаболизируются и выводятся из организма относительно быстро и легко, связываются с ГСПГ, в то время как большинство ксеноэстрогенов, по-видимому, не обладают такой способностью связываться. Период полураспада некоторых липофильных действий ксеноэстрогенов, таких как хлорорганические пестициды, может длиться несколько десятилетий, в отличие от большинства природных эстрогенов, которые полностью метаболизируются в течение нескольких минут или часов. Мы и другие авторы предположили, что два конкурирующих, взаимоисключающих ферментативных пути могут изменять выработку биодоступного эстрадиола. Путь 1 включает гидроксильную OH функцию в С2 положении и приводит к образованию катехолэстрогена 2 гидроксиэстрона 2 OH и 1 метаболита со слабой эстрогенной активностью. Путь 2 добавляет OH в положение С160 и дает 160 гидроксиэстрон 160 OH и 1. Это создает полностью мощный эстрогенный метаболит, который может ковалентно связываться с рецептором эстрадиола ИР РИС. 4. Наши исследования на культурах эпителиальных клеток молочной железы мышей показали, что инициаторы канцерогенеза молочной железы грызунов – химические канцерогены, онкогены и трансформирующие ретровирусы. Воздействие 16 АОХ на иммортализованные, но неопухолевые эпителиальные клетки молочной железы мышей приводит к генотоксическому. Повреждение ДНК и повышенное размножение клеток в зависимых от анкориджа и независимых от анкориджа условиях роста в действие аналогичное действию, вызванному обработкой канцерогеном в полном составе 7-12-диметилбенц антраценом ДМБА. Напротив, 2ОН не обладает этими активностями и подавляет действие ДМБА. В клетках, инициированных канцерогенами, и в клетках, происходящих из опухоли 16 АОХ усиливает экспрессию трансформированного фенотипа, в то время как 2ОХ ингибирует. Аналогичные изменения были обнаружены в эксплантатах молочной железы человека и моделях клеточных культур. Таким образом, возможно, что клеточный метаболизм эстрадиола изменяется в ходе канцерогенеза молочной железы грызунов и человека, и что отдельные метаболиты могут оказывать различное биологическое воздействие во время инициации или ускорения канцерогенеза. Кроме того, эксперименты на лабораторных моделях канцерогенеза у женщин показали, что встречающийся в природе фитохимический индол-3-карбинол и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты предотвращают канцерогенную трансформацию, в основном за счет усиления S2-гидроксилирования эстрадиола, что приводит к увеличению образования антипролиферативных 2ОНЭ. Установлено, что соотношение 160 гидроксиэстрона к 2-гидроксиэстрону повышено у женщин и экспериментальных животных с высоким уровнем заболеваемости опухолями молочной железы. В культурах клеток рака молочной железы человека некоторые хлорорганические пестициды активируют тип ЦИП-ЧТСП-50, который отвечает за образование 160-й гидроксиэстрона и вызывают повышенное содержание метаболитов, сравнимое с тем, которое вызывает известный канцероген ДМБА у грызунов. Ряд исследований показывает, что 160 гидроксилирования эстрадиол играет двойную роль в развитии рака молочной железы. Рецептор эстрогена, как известный фактор транскрипции, может играть центральную роль в процессе, посредством которого метаболиты эстрогена индуцируют изменения в геноме. Этот процесс включает способность связываться с рецептором эстрогена с соответствующими элементами ДНК, усиливать активацию транскрипции и инициировать каскад событий, включающих экспрессию нескольких генов, чувствительных к эстрогену, таких как PS2, CFOS, C-JUN и CMYK, которые кодируют ядерные белки, положительно регулирующие рост. Другие метаболиты эстрадиола проявляют обратимое связывание с рецептором эстрогена ER. Работа, проведенная в этой лаборатории, показывает, что 160-ОНИ1 обладает уникальной способностью ковалентно и необратимо связываться с рецептором эстрогена ER. Естественные изменения в уровнях метаболизма эндогенных эстрогенов, приводящие к образованию метаболитов с определенной биологической активностью, может объяснить некоторые этнические и географические различия в заболеваемости раком молочной железы. У азиатских женщин, у которых значительно ниже частота рака молочной железы и молочных выделений, как правило, выше уровень 2-ОНИ1 и низкие уровни 16-ОНИ. Рацион, богатый овощами, фруктами и зерновыми продуктами, может стать дополнительным источником фитоэстрогенов, способных модифицировать канцерогенез молочной железы. Относительная важность различных метаболитов эстрогена в процессе канцерогенеза была рассмотрена в нескольких работах. Катехолэстрогены оказывают плейотропное действие на канцерогенез органов. Например, сообщается, что катехолэстрогены функционируют как генотоксичные агенты в модели хомячка кидни, отчасти из-за их способности вызывать окислительное повреждение ДНК посредством образования свободных радикалов. Микросомы из фиброаденомы и аденокарциномы человека обнаруживают более высокие уровни 4-ОНИ2, чем 2-ОНИ2 по сравнению с нормальной тканью молочной железы. Исследования INVIVO и INVITRO, проведенные нашей лабораторией, показали показано, что во время канцерогенеза молочной железы образования 2-ОХ1 снижается, в то время как образование 160-ОХ1 увеличивается, а агенты, повышающие уровень 2-ОХ1, ингибируют канцерогенез. Таким образом, положительная регуляция роста с помощью 160-ОЕ1, 4-ОЕ1 и 4-ОЕ2 и отрицательная регуляция с помощью 2-ОНИ1 и 2-ОЕ2 могут соответствовать эстрогенным или антиэстрогенным свойствам определенных метаболитов эстрогена. Несмотря на плейотропные эффекты метаболитов эстрогена, по общему мнению, биодоступность эстрогена играет важную роль в риске развития рака молочной железы. Роль, однако, роль других гормонов в канцерогенезе молочной железы еще предстоит выяснить. Структурные и функциональные повреждения ДНК. Различные эндогенные процессы могут изменять структуру или функцию ДНК, включая окисление, метилирование, дезаминирование, фосфорилирование и очистку. Доклад доктора Дэвиса. Онкогены считались молекулярными мишенями, усиление функций которых связано с развитием рака. Мутировавший набор генов-супрессоров опухолей, таких как BRCA1, RBDCC, P50T и атаксия телангиектасия, АТМ, позволяет раку развиваться беспрепятственно, когда их функции редактирования и контроля утрачены в результате фосфорилирования или других изменений. Кроме того, факторы роста и гормональные рецепторы могут также независимо стимулировать пролиферацию клеток или активировать гены, отвечающие за гормоны, не вызывая структурных повреждений ДНК. Метаболизм кислорода, включающий в себя цепь одноэлектронных сокращений и образование свободных радикалов, реагирующих с ДНК, играют ключевую роль в возникновении обширных структурных или функциональных повреждений ДНК. Одноэлектронное окисление катехола эстрогена 4-ионная-2 приводит к образованию семихинона, который является химически активным веществом. Семихиноны могут быть дополнительно окислены до хинонов. В качестве альтернативы семихиноны могут вступать в реакцию с образованием супероксид ионов, которые, в свою очередь, дают H2O2. Образующийся при этом пероксид водорода дает реакционно способный фрагмент OH. Свободные радикалы, образующиеся из семихинонов, могут непосредственно повреждать фосфодиэфир, связывает или изменяет последовательность нуклеотидных оснований ДНК, тем самым нарушая нормальные процессы транскрипции. Повреждение, вызванное свободными радикалами, может также привести к потере функции гена супрессора опухоли, уменьшению количества естественных клеток киллеров, нарушению ферментативных процессов детоксикации или изменению синтеза фактора роста. Несколько исследований показывают, что гидроксильные радикалы ОО и окислительные метаболиты ароматических углеводородов могут непоправимо и специфично изменять структуру ДНК, приводя к мутагенезу и канцерогенезу. Особые типы ОН, индуцированных модификацией оснований ДНК, были обнаружены у женщин с раком молочной железы и у лиц, подверженных риску развития этого заболевания по сравнению с контрольными группами, перенесшими редукционную маммопластику. ДНК пациенток, перенесших маммопластику, содержало относительно более высокое содержание продукта раскрытия кольца аденина 4,5-6-диамина-5-фармамидопиримидина ФАПИА. В то время как у больных раком уровень ФАПИА был заметно ниже, а уровень 8-м гидроксикванина выше. Было высказано предположение, что значение окислительного повреждения ДНК при лечении рака молочной железы происходит главным образом за счет образования H2O2. H2O2 может проникать через ядерную мембрану, где он преобразуется в результате реакции Фентона, катализируемой железом или медью, в свободный радикал ОШ. Некоторые ксеноэстрогены и метаболиты эстрогена могут способствовать образованию свободных радикалов в результате окислительного становительного цикла H2O2, опосредованного оксидазой и редуктазой цитохрома R4-SP50, что приводит к образованию активных форм кислорода, повреждающих ДНК. Другой критический путь развития рака молочной железы может быть связан с воздействием агентов, которые влияют на гены регуляторных белков, таких как фосфатидилинозитол трихкиназы, ПИ-трикиназы. Эти белки необходимы для выявления повреждения ДНК. ПИ-трикиназа может функционировать, останавливая неправильный рост и деление клеток до тех пор, пока повреждение не будет устранено. Люди, унаследовавшие АТМА и лишенные этого ключевого регуляторного гена, не могут восстановиться после радиации и, возможно, других воздействий, повреждающих ДНК. Следовательно, они накапливают вредные мутации гораздо быстрее, чем здоровые люди. Некоторые экспериментальные и эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что женщины, унаследовавшие одну дефектную копию АТМА, подвергаются повышенному риску рака молочной железы по сравнению с женщинами с нормальным АТ. Экспериментальная культура клеток исследования показывает, что ячейки, содержащие единственную неисправную копию АТМ, приводят к более высокому уровню смертности в результате радиационного облучения. Обсуждение. Развитие рака является следствием сложных и тонких взаимодействий между окружающей средой и геномом. Поскольку 95% случаев рака молочной железы у людей возникает не из-за наследственных мутаций, возникает вопрос о том, что заставляет людей, унаследовавших здоровый набор генов, приобретать это заболевание. Представляется вероятным, что широкий спектр ксенобиотических соединений может изменять биологически активные эстрогены, андрогены или прогестерон при раке молочной железы, частично посредством ципки Т-150 опосредованные ферментативные реакции. Лица, унаследовавшие генетическую предрасположенность к раку молочной железы, могут быть особенно чувствительны к пролиферативному воздействию некоторых ксеногормонов из окружающей среды. Лица с этими дефектами, у которых заболевание не развивается, возможно, в большей степени подвергались воздействию полезных ксеногормонов или других защитных факторов. Как генетические, так и гормональные пути, которые действуют бифункционально, могут вызывать аномальную пролиферацию, ведущую к развитию рака молочной железы. Некоторые ксеноэстрогены влияют на выработку и метаболизм эстрадиола и таким образом регулируют. Поздние кумулятивные уровни биодоступного гормона. Некоторые ксеногормоны непосредственно изменяют структуру или функцию ДНК. Структурные повреждения могут быть вызваны генотоксичными метаболитами эстрадиола и окислительно-восстановительным циклом вредных ксеноэстрогенов или других агентов, которые могут продуцировать активные формы кислорода. Функциональные повреждения могут включать изменения транскрипционной активности, связанной с онкогенами и генами-супрессорами опухолей, которые отвечают за положительную и отрицательную регуляцию роста. Фосфорилирование продукта гена P53 или PI3 киназы также указывает на функциональное повреждение ДНК, которое препятствует восстановлению клеток, препятствуя распознаванию поврежденных клеток и способствуя накоплению вредных мутаций. Преимущество аберрантных клеток в росте возможно за счет активации генов, участвующих в прогрессировании клеточного цикла, приводит к развитию рака молочной железы. Бифункциональная генетико-гормональная гипотеза рака молочной железы также позволяет связать взаимосвязанное влияние факторов питания на прогрессирование заболевания. Влияние пищевых жиров на развитие рака молочной железы по-прежнему остается неясным. Тип пищевых жиров и уровень ксеноэстрогенных веществ, наличие в рационе загрязняющих веществ может стать важной предпосылкой для устранения выявленных несоответствий. Кроме того, такой анализ должен также обеспечить основанную на механизмах интерпретацию экспериментальных и клинических данных о роли пищевых жиров в развитии рака молочной железы. Считается, что полиненасыщенные жирные кислоты частично модулируют канцерогенез молочной железы, нарушая опосредованную мембранами межклеточную коммуникацию. Этот процесс имеет решающее значение для клеточного гомеостаза, поддержание которого может способствовать росту раковой клетки. Липофильные хлорорганические пестициды, действующие посредством синергических взаимодействий, ингибируют обмен щелевыми соединениями в эпителиальных клетках молочной железы человека, полученных в результате редукционной маммопластики. Сообщалось, что ксенобиотики, такие как пищевой краситель Red Dye No. 3, стимулируют прогрессирование клеточного цикла при карциноме молочной железы человека клетки T47D, действующие через циклинзависимую кинозу-2 и связанные эстрогенов рецепторы. Ксенобиотики, которые выполняют функцию карбоновых кислот, могут быть структурно включены в состав сложных липидов, таких как триглицериды, жир и фосфолипиды, мембраны. При мобилизации некоторые из этих метаболитов могут служить сигнальными молекулами, подобными сложным эфирам формола, которые являются хорошо зарекомендовавшими себя промоторами опухолей. Нам необходимо определить, накапливаются ли биоаккумулированные липофильные ксеногормоны, ксенобиотики, такие как ароматические углеводороды и хлорорганические соединения, у женщин подверженных риску развития рака молочной железы. Эта генетическая гормональная гипотеза также может объяснить одно из расхождений в структуре рака, которое впервые было отмечено выдающимся датским исследователем доктором Клеменсеном. Бифункциональнее пути развития рака молочной железы доктор Клеменсен. Это несоответствие, которое обычно называют крючком Клеменсена, проявляется в зависимости между возрастом и заболеваемостью раком молочной железы, отмеченной в нескольких странах. Заболеваемость раком молочной железы постепенно возрастает с возрастом примерно до 45 лет, после чего темпы роста замедляются и выравниваются или снижаются примерно в течение 10 лет, а затем возобновляют увеличивающийся, но более умеренный наклон. Возраст этого плато соответствует периоду менопаузы, когда яичники начинают вырабатывать меньше эстрогена и прогрессировать. Заманчиво предположить, что новый всплеск заболеваемости раком молочной железы после менопаузы, особенно у женщин с ожирением, может быть связан с ксеноэстрогенами и с выработкой эндогенных эстрогенов, которая будет наибольшей у тех, у кого пропорционально больше жировых отложений. Кроме того, у женщин, страдающих ожирением, более высокий уровень повреждения мембранных липидов. Что касается рака молочной железы, то большинство подтвержденных факторов риска, которые связаны с репродуктивным поведением и диетическими факторами, нелегко изменить с помощью социальной политики. Многие из предлагаемых мероприятий по борьбе с раком молочной железы предполагают пожизненное применение фармацевтических препаратов для изменения гормонального обмена или пропаганду радикальных изменений в рационе питания, образе жизни или даже репродуктивном поведении. Что касается последнего пункта, то поколение женщин, которая долго боролась за репродуктивную свободу, вряд ли смирится с ограничениями в своем репродуктивном выборе. Эта гипотеза имеет большое значение для скрининга, профилактики, лечения и тактики ведения пациентов с раком молочной железы. Биологические маркеры структурных и функциональных повреждений ДНК и метаболизма эстрадиола могут оказаться полезными для идентификации людей, подверженных риску развития ракомолочной железы, помогают в прогнозировании и предоставляют базовые данные для оценки эффективности потенциальных терапевтических и диетологических вмешательств для профилактики, лечения и ведения этого заболевания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...